Привет-привет! Как видите, мы опять в дороге. На данный момент мы проезжаем Лейк Дистрикт. Лейк Дистрикт, также известный как Озера или Лейк Ланд, представляет собой горный регион и национальный парк на северо-западе Англии. Он в первую очередь известен своими горами, озерами и прибрежными пейзажами. Лейк Дистрикт полностью находится в пределах Камбрии, а его горы или сопки иногда называют Камбрийскими горами. Национальный парк Лейк Дистрикт был основан в 1951 году и занимает площадь 2362 квадратных метра. В 2017 году он был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А сама Камбрия – это церемониальное графство на северо-западе Англии, граничит с шосландскими территориями. Его крупнейшим поселением является город Карлайл. Самая крупная и широко распространенная отрасль в Камбрии – туризм. Один только национальный парк Лейк Дистрикт ежегодно принимает около 15,8 миллионов посетителей. Несмотря на это, более 50 тысяч человек постоянно проживают в Лейк Дистрикт. Более 36 тысяч камбрийцев работают в индустрии туризма, что приносит экономике округа 1,1 миллиарда фунтов стерлингов в год. Лейк Дистрикт и графство в целом привлекают посетителей со всей Великобритании, Европы, Северной Америки и Дальнего Востока, особенно из Японии. Топонимы Камбрия и Камберленд означают земля камбрийцев и являются производным от термина, который жители этого района использовали для описания себя. Сейчас мы с вами находимся в городе Кокер-Маунт, названный так потому, что находится на месте слияния реки Кокер, впадающей в реку Дервент. Река Кокер получила свое название от бритского кельтского слова «кукра», что означает «кривая». Она часто упоминается в списках необычных географических названий. А в этот город мы приехали в агентство по недвижимости, чтобы получить ключи. Ключи от дома, который будет еще одним бизнес-проектом. Где-то полгода назад я обещала вам, что мы сюда вернемся, и я покажу вам этот дом. Время настало! Сразу оговорюсь, дом приобретен вместе с бизнес-партнерами. Сами такой довольно большой бизнес-проект в финансовом смысле мы не потянем. Так что этот проект делаем в компании и посмотрим, во что это выльется. Итак, забрали ключи и приехали в город Воркингтон. Вот и дом. Ой, извините, не хотела обидеть, ведь по бумагам это считается особняк. И его история начинается в 1750 году. Милости просим, заходите и посмотрим, как он выглядит изнутри. За входной дверью маленький коридорчик, а за ним холл. красивая входная витражная дверь и от нее мы направляемся в первую гостиную. Дом я снимала на второй день, так как мы тут уже переночевали, кое-где могут быть и наши вещи. Эта комната по нашему плану так и останется одной из гостиных. Теперь пойдемте и посмотрим столовую, которая прямо напротив гостиной. В этом доме у меня два любимых места. Первое вот этот старинный красивый камин и лестница, которую я вам покажу чуть позже. Из столовой мы идем обратно в холл. Вот эта лестница и идем направо, во вторую гостиную. Эта гостиная намного больше и светлей первой или мне так просто кажется. Затем опять возвращаемся в холл. Ах да, здесь маленькая дверца. За ней идет лестница вниз, но там нужен капитальный ремонт. Закрываем эту дверцу и идем дальше. А дальше мы попадаем в коридор, который ведет нас в ванную комнату, которая кстати тоже с камином. А камины здесь везде рабочие. И дальше мы идем на кухню. Как видите и здесь ведет лестница вниз. Вниз мы с вами пойдем чуть попозже. С кухни очень интересно наблюдать за зайцами, которые живут и в саду и с фронтальной стороны дома. Вид из кухни на сад, который очень запущен. Из кухни идем обратно в холл, по красивые лестницы вверх и посмотрим второй этаж. Мне очень стало интересно высота потолка в холле. И мы померили. Высота 6 метров 20 сантиметров. И вот эта прекрасная лестница. Не знаю как вас, а меня она покорила с первого взгляда. Лана. Я обращаюсь к каналу Лана, снята без дублей. Помните, я вам говорила, что теперь мне придется бегать по антикварным магазинам. Теперь вы знаете зачем. И разве этот дом того не достоин? А главное, мне теперь придется искать такие маленькие изящные вещицы, которые у вас есть талант найти. Итак, мы поднялись наверх и заходим в первую спальню. Музыка 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 Затем идем во вторую спальню. Музыка В этой маленькой комнатке круговой проход. Здесь у предыдущей хозяйки была гардеробная. Мы планируем здесь сделать ванную. Музыка Из гардеробной проходим в третью спальню. Музыка В окне открывается вид на заросший сад и соседский дом. Музыка Дальше направляемся в четвертую, самую маленькую спальню. Музыка И в конце заключительная спальня номер пять. Музыка В самом конце коридора еще одна ванная комната. Музыка Теперь спускаемся вниз на кухню и проходим на нижний этаж. Музыка Здесь у предыдущих хозяев был бар. А вообще на этом этаже самый большой фронт работ. Музыка Музыка Здесь котельная. Музыка Музыка Этот этаж, как я понимаю, бывшие хозяева использовали как склад. В наших планах на этом этаже сделать две ванные комнаты, комнату для игр и домашний кинозал. Музыка А это лестница вниз, которую я вам показывала из холла за маленькой дверкой. Музыка На данный момент мы заняты тем, что ищем рабочих. Буду надеяться на то, что эти рабочие будут лучше, чем предыдущие. Музыка А когда все работы закончатся, я обязательно вам покажу, что из этого получилось. Музыка Теперь нам с вами осталось только выйти в сад и посмотреть на эти джунгли. Тут, конечно, тоже нужен специалист, который все почистит. Без этого никак. Так выглядит дом сзади и, как вы видите, снаружи его тоже надо красить. Музыка Как вы видите, дом довольно запущен, что внутри, что снаружи. У каждого, конечно, свои причины, почему это так, и я их озвучивать не буду. Это все-таки частная жизнь бывших хозяев. Обойдем вокруг дома и дом осмотрен. Вот и в саду появился зайчик. Музыка Теперь мы с вами отправляемся к морю. Море тут недалеко, всего лишь пять минут на машине. Едем вечером, потому что нам захотелось посмотреть закат солнца на Ирландском море. Музыка 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 Музыка